Каменщики, сварщики, автомеханики, дизайнеры, парикмахеры, повара. Всего 12 профессий, требующих не только знания теории, но и умелых рук. В Самаре прошел региональный этап чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia. Он собрал более 70 молодых специалистов, студентов среднепрофессиональных учебных заведений Самарской области на одной площадке. Это профориентационный сигнал для школьников, который показывает ценность труда, который показывает то, что буквально вчерашние школьники уже умеют делать очень профессиональные и красивые творческие вещи. Мировая квалификация, навыки, умения, мастерство, искусство, ловкость – все эти слова подходят под определение чемпионата WorldSkills. Именно этими качествами обладают его участники. Мелюзя Зайдулина на последнем курсе колледжа. Профессия дизайнера одежды девушку привлекает с детства. Говорит, настоящая леди должна быть не только красавицей, но и рукодельницей. На региональном этапе чемпионата девушка заняла первое место. С детства мечтала заниматься одеждой, быть дизайнером. Точно знаю, что не зря обязательно пригодится сюда и себе, что надо сошли, как бы люблю выделяться. Да и вообще, как бы, этой профессией пользуются каждый человек, я считаю. Все мы ходим с шитой одеждой. Поднять настроение и сделать из любого человека кинозвезду могут и мастера ножниц, парикмахеры. Филигранная и ювелирная работа – их конек. Парикмахерскому искусству Екатерина Севастьянова обучается уже 4 года. От клиентов, признается, нет отбоя. В течение нескольких дней девушка и ее соперницы делали мужские, женские стрижки, прически и окрашивали волосы. Екатерина также стала победительницей регионального этапа. Моя профессия связана с творчеством, поэтому она меня привлекла. Мне нравится делать людей красивее. И я всячески стараюсь сделать их более привлекательными, так как внешний вид человека для него самого очень много значит. Основная цель чемпионата WorldSkills – популяризация рабочих профессий, а также повышение профподготовки и квалификации специалистов по всему миру. Место на площадке WorldSkills Russia в Самаре нашлось и суровым мужским профессиям. Ремесло сварщика выбрал Александр Филиппов из Сызрани. Используя различные виды сварки, ему и его соперникам предстояло из кусков железа и алюминия сделать детали, которые впоследствии пригодятся на предприятиях разного профиля. Сварка – это интересная вещь. Она везде в жизни пригодится. В доме, на работе. И сама к себе интересная профессия. Интересную и нужную в жизни профессию автомеханика для себя выбрал и Влад Александрин. В этом году молодой человек заканчивает Поволжский государственный колледж. Свой автомобиль, признается Влад, знает до мельчайшего винтика. Весь ремонт делает своими руками. Машина всегда на ходу, на высоте. И все это без лишних затрат. Копаюсь, можно сказать, всегда. Что-то доделаю, переделываю. Поставил на четырехконтурную пневмоподвеску, колеса, музыку, само собой, ксенон. Делаю всегда. А вот плиточникам-облицовщикам на чемпионате выпала патриотическая миссия. Им предстояло сложить из кафеля пятиконечную звезду, георгиевскую ленту и слово «Победа». В одном плане кажется сложным, рассмотрев некоторые детали. Но в каком-то плане легко. Главное быть аккуратным. Когда я выбирал профессию, мне нужно было будущее хорошее. Я выбирал то, что принесет мне заработок хорошим в дальнейшем. За происходящим на площадках чемпионата постоянно наблюдали и школьники, ученики старших классов, у которых выбор профессии еще впереди. Открытый формат чемпионата – это особая технология профессиональной ориентации ребят, начиная с самого младшего возраста. Обязательно должны проводиться экскурсии по всем площадкам. И ребята могут глазами увидеть, насколько высокотехнологичны сегодня рабочие профессии. И плюс знакомство с новыми технологиями, потому что все компетенции проводятся на новом оборудовании. Это совершенно современное все оснащение. И впоследствии работодатель будет заинтересован принять такого работника, который владеет соответствующими навыками. В чемпионате WorldSkills, которому уже более полувека принимают участие, более 80 стран мира. Россия не стала исключением. По оценке специалистов, с каждым годом количество участников в нашей стране растет. Так растут и их профессиональные навыки, которые помогут обеспечить успешную карьеру в будущем. Все наши участники сборных, которые ездили в Лейпциг и в Лиль, все настолько состоялись в профессии. То есть они не только на первых ролях, но многие из них открыли собственный бизнес. Теперь представьте, о ком я говорю. Это ребята в возрасте 20-21 год, выпускники колледжа или техникума. По завершению регионального этапа в Самаре стартовал полуфинал национального чемпионата профмастерства по стандартам WorldSkills. Он продлится до 12 апреля. Участие в нем примут 119 студентов СУЗов со всего Привожского федерального округа. Они будут демонстрировать мастерство уже в 15 номинациях. Затем победителей ждет суперфинал, который пройдет в мае в Казани. Субтитры создавал DimaTorzok